Добрый день! У нас сегодня в гостях, в гостях передачи «Встречи за Араратом» Натанель Трубкин, журналист, поэт и глава Еврейского дома в Ереване. Здравствуйте, Натанель! Спасибо, что приняли приглашение участвовать в съемках нашей передачи. Для начала я вам задам наш традиционный вопрос нашего самого первого гостя нашей передачи. Кто им был? Им был Виктор Анатольевич Шендерович. И на его вопросы уже отвечали Ленор Горалек и Ян Шенкман. Теперь ваша очередь, Натанель. Хорошо. Почему мы по отдельности такие симпатичные, а все вместе катастрофа? Ох, это сложный вопрос, который, мне кажется, очень подходит с сегодняшней ситуацией, тому, что, в частности, Армения, но и не будем скрывать многие другие страны, сегодня подверглись такому нашествию релакантов, иммигрантов, экспатов. Очень сложно понять, как нас называть. Экспатом еще, да. Да, очень сложно, да, потому что никто еще не знает, останется здесь или нет. Если кто-то найдет работу, он станет экспатом. Если у человека есть уже точное понимание, что он не вернется, наверное, он эмигрант. Если это какая-то временная история, то релакант. И как будто бы, когда мы жили в одном большом городе, например, в том же Москве, у нас было гораздо больше проблем, больше неустроенности, больше дисгармонии и неудовлетворенности окружающим миром. Сегодня нас меньше, и как будто бы нам гораздо проще дышать. Это удивительный эффект того, что какой-то целый срез московского, питерского общества просто взяли и перенесли на другую почву. И как будто бы вместе им гораздо комфортнее, чем жилось прежде в большом городе с разными-разными другими категориями населения. И это то, что сегодня мы наблюдаем, и мне очень хочется это изучить, потому что это какое-то удивительное историческое явление, как говорят, пятая волна эмиграции, которую мы все здесь представляем. Мне извиняюсь, что перебиваю, Натаниль. Вот как раз мы обсуждали с Яном Шенкованом историю о том, что многие россияне, приехавшие в Армению, по крайней мере, возможно, пытаются построить свою личную Россию. Я не только в хорошем смысле это имею в виду. Вот как вы относитесь к этому феномену? Все мы жарко спорим на тему того, действительно, россияне, условно, москвичи, перенесут они сюда Москву или нет. И каждый остается при своем мнении. И мы спорим с Яном тоже. А кто вы, Натаниль? Вы себя чувствуете релакантом, экспатом? Судя по тому, что вы уже глава Еврейского дома в Ереване, вы скорее экспат? Ну, смотрите, давайте какой-то у нас будет сегодня максимально честный разговор, потому что все, что мы обсуждаем, все, что связано с переездом, все это очень тонкие вещи, которые людям очень непросто говорить. Кажется, что все, что они скажут, когда-нибудь будет против них обращено. И поэтому много недоговорок. Поэтому мне бы хотелось как-то максимально быть честным в нашем с вами разговоре. И это не только уважение к зрителям, это как будто бы и вопрос просто самоуважения. Давая разное интервью, я прихожу и понимаю, что вопрос, например, как вы здесь оказались, многие опускают. Потому что, ну, кажется, что все-таки это сейчас некорректно спрашивать этот вопрос политический чаще всего, и люди не хотят на него отвечать. Ну, или армяне не задают этот вопрос, просто приехавшим в Мирославовск. По умолчанию. Наверное, все-таки я чувствую себя мигрантом, потому что я не согласен с политикой моей страны. И, наверное, был не согласен и прежде. Просто сегодня то, что происходит, это некая точка невозврата, когда все-таки тяжело оставаться в Москве при всей любви к ней, к тому, что это все-таки наша родина. И, например, я крыльной москвич. И, наверное, мы сегодня поговорим о том, что во мне есть еврейская кровь. Но при этом репатриироваться в Израиле я никогда так уж прям серьезно не был намерен. Ну, или в какую-то другую страну. Поэтому, да, есть какая-то точка невозврата, когда ты понимаешь, что все-таки жить в своей стране тебе будет очень тяжело. Тем более, что, например, у меня есть украинские корни. Я потом у украинских евреев, которые жили под Киевом, у которых не было какого-то негативного бэкграунда, погромов или чего-то такого, связанного с этой землей. И, наоборот, очень какие-то позитивные, светлые воспоминания, которые передала мне прабабушка о том, как они жили одним большим, очень таким толерантным комьюнити. И христиане, и иудеи. Вот, поэтому, да, для себя я понял, что, наверное, все-таки находиться в Москве мне будет сложно. И я эмигрировал, как я для себя это определяю. И недавно я был в Москве, мне нужно было все-таки какие-то дела закончить там. Опять же, это все равно продолжает быть моим городом. И я понял, что Армения, она очень сильно меня изменила. И тот контраст, который я почувствовал в Москве, он оказался для меня просто колоссальным и очень неожиданным. Мне казалось, что я что-то изменил в себе, и поэтому моя жизнь стала лучше. И, приехав в Москву, я понял, что не я изменил, а изменило меня место, в котором я находился этот год. И на контрасте в Москве мне было гораздо тяжелее. Хотя это моя родина. Парадокс. Как вы считаете, произошло бы с вами, естественно, то же самое и в Израиле? И второй вопрос, исходя из первого. Видите ли вы схожесть израильтян и армян? Я думаю, что и в Израиле, и, может быть, в какой-то другой стране могло произойти то же самое. Но я выбрал Армению, и это как такая первая любовь. Ты что-то для себя выбираешь, и твой первый выбор, какой-то, может быть, не всегда осознанный, он и дальше управляет твоей жизнью. И поэтому сегодня я в Армении, и какого-то такого сослагательного наклонения стараюсь не использовать. Хотя думаю, что и в Израиле мне было бы так же комфортно. Но будем все-таки, раз мы решили быть честными, мне было бы там намного дороже. Сложнее. Сложнее, да. И это, конечно, тоже одна из причин, хотя и Армения становится уже недешевой страной. Но я знаю, что очень многие те, кто живет в Израиле, пишут и мне, и моим знакомым, и уточняют, можно ли переехать сюда или в какую-то другую страну. Речь идет о евреях. Натанель, за, в принципе, недолгий срок, который вы находитесь в Армении, как я знаю, вы провели колоссальную работу, сделали очень многое, фактически воссоздав, по моему мнению, потому что я немножечко в теме, еврейскую общину Армении. Вы в Ереване проводили много встреч, я знаю, сколько всего вы планируете, и очень с большой радостью жду всего этого. Расскажите, пожалуйста, с чего вы начали, к чему вы идете, немножечко про свою деятельность в связи с еврейской общиной Еревана. Я думаю, что здесь не стоит как-то противопоставлять нашу комьюнити и ту общину, которая здесь сформировалась. Просто проблема в том, что у нас совершенно разные задачи. Мы не занимаемся политикой, не занимаемся, да, мы не представляем еврейское сообщество в Армении на каком-то высоком уровне. Мы стараемся помочь людям, которые оказались в тяжелой ситуации, а эмиграция, любой переезд, как его ни назови, это очень непростая история. И армяне, как и евреи, это очень хорошо знают. И сегодняшняя история, она нас возвращает немного к временам исхода, начинаешь понимать, как это происходило на самом деле. Не только в древние библейские времена, а как это происходило постоянно в Европе, в Азии, во всех странах, откуда евреям приходилось бежать и начинать жизнь заново в новой стране. Ну, собственно, как и армянам. Да, да, очень-очень близкий опыт, который сегодня мы, да, безусловно, в других условиях, более комфортных. И все-таки, опять же, я не стал бы сравнивать то, как переезжали мы с побегом евреев или армян от погромов и преследований, как недавно одна моя знакомая назвала нашу эмиграцию, нежная эмиграция. Но, тем не менее, она не для всех нежная и не стоит обобщать. Я знаю людей, которым довольно тяжело адаптироваться, для которых переезд стал огромной психологической травмой. И то, что мы знаем много удачных кейсов, не отменяет того, что есть люди, которым очень тяжело. И иногда им просто нужен совет, им нужна поддержка, им нужна комьюнити, друзья. И в первую очередь мы были сформированы именно для этого, чтобы дать людям какую-то площадку, чтобы они не были одиноки, и чтобы они объединялись на близких друг к другу еврейских ценностей. Можно вопрос? Могли бы вы немножечко рассказать о соотношении? Этника, израильский паспорт, возможно, у многих есть, кто переехал из России. По каким принципам собирается, само собой, вокруг вас эта комьюнити? Есть удивительное явление, которое сегодня наблюдает весь еврейский мир. То, что из-за массовой эмиграции, то, что создаются разные комьюнити еврейские, молодежные и не очень в разных уголках мира, и не только в Армении, в Грузии, Черногории, в Сербии и других городах и странах. И туда в основном приходят люди, которые прежде еврейством не увлекались, которые не были в общине, которые не ходили в какие-то еврейские и молодежные организации. Это удивительное время, когда хаос, страх того, что все может войти в тартерары, если уже не пошло. Люди объединяются по культурному признаку. Но есть определенные все же отличия. Все-таки современная еврейская культура так построена, что, ну, слушайте, будем честны, кто-то может вообще быть атеистом. Но от этого его участие в еврейском комьюнити... Были у вас случаи, чтобы христиан принимали в комьюнити? Ну, в основном такого нет. Да, да. Но при этом к нам приходит очень много сейчас в Армении армянской молодежи, у которых есть еврейская кровь. По каким-то преданиям, или действительно у них есть знания об этом, но просто раньше никто их об этом не спрашивал, и они этим не интересовались. Когда вы видели, что мы формируемся, и нас много, они тоже стали к нам приходить. Но это очень приятно. Очень приятно. И вот это, возвращаясь к тому, что вот эта удивительная особенность, сегодня у нас здесь, в Ереване, в основном люди, которые еврейской жизнью ранее не жили, и которых паспорта Израиля чаще всего нет. Которые, возможно, планируют в скором времени репатриацию, или планируют остаться здесь. Но это совершенно новые люди для еврейской общины, и это уникально. Скажите честно, Натанель, вы собираетесь репатриироваться в Израиле, или вам пока здесь комфортно, и вам есть что здесь делать, как я понимаю, в первую очередь? Пока я не планирую, я не исключаю, что такое возможно. Конечно, по крайней мере, опять же, если мы договорились о честном разговоре, конечно же, я не исключаю такой возможности. Но в данный момент времени мне очень хорошо здесь, в Ереване, мне есть чем заняться. Я такой многозадачный человек, и уже не могу от этого отказаться. На это можно очень сильно подсесть, на то, что ты занимаешься сразу всем и сразу. У меня очень большая проблема с делегированием, поэтому мне приходится делать самому. И у меня просто, честно говоря, нет времени сейчас думать о каком-то горизонте планирования. Пока что мне очень хорошо здесь, в Ереване, в тех условиях, которые есть. Натанелин, могли бы вы рассказать подробнее о вашей поездке в Ерегис? Ну, во-первых, вернемся немножко к нашему комьюнити. Мы проводим очень много культурных событий. Это кинопоказы, лекции, исторические лекции, культурные. Проводим шабаты, просто такие посиделки дружеские. С соблюдением традиций мы преломляем халы, освещаем вино. Но в основном, конечно, наше сообщество светское. И долгое время я мечтал, что мы поедем на древнее еврейское кладбище, которое есть в Армении. Я о нем слышал еще в Москве. В Москве так вышло совершенно случайно, еще не думая приезжать в Ереван. Я сделал один небольшой фильм, такой сюжет, о евреях и армянах. Это самая ранняя из существующих еврейских некрополей. Моя мама была там одной из первых с израильскими коллегами, кстати. Я оттуда знаю. И мы все как-то откладывали. Мы тоже люди здесь новые, не очень хорошо понимаем, какое расстояние нам нужно будет преодолеть, насколько это трудно. И недавно, буквально в апреле, мы решили все-таки эту поездку провести. И я скажу, что это были, конечно, удивительные эмоции. Ну, так вкратце, если кто не знает историю евреев Армении, в первую очередь, конечно, евреи тут появились с первым веки до нашей эры. С Тиграном Великим, который привел большое количество евреев из Иерусалима. И в то же время часть армян осталась там. Говорят правду, что евреи тут были еще в более древние времена, из Вавиланского царства. А позже евреев в несколько раз переселяли. В пятом веке переселил Иранский шах, а потом еще и в пятнадцатом веке снова. И вот между вот этим периодом, между пятым и пятнадцатом был период расцвета еврейской культуры. И как раз это кладбище, оно датируется тринадцатым-четырнадцатым веками. И там есть эти даты, там есть надписи на арамейском и еврите. Все это уже армянскими историками и израильскими переведено. И там на месте все это можно с этим ознакомиться. На специальных табличках. Но сами эмоции, которые мы испытали, это что-то невероятное. Потому что... Один исход встретил другой. Представляешь, мы эмигранты, переселенцы. Встречаемся с другими переселенцами, эмигрантами, которые в силу разных обстоятельств геополитики в регионе и торговых путей оказались именно в этом военно-надзорском регионе. И это восемь веков нас разделяет. Но если отбросить эти восемь веков и всю эту геополитику, по сути говоря, ничего существенно не поменялось. Также есть иранское присутствие в регионе. Вроде как кажется, ну, слушайте, ну, это типа другое время совершенно, другие условия. Ну, другие и не другие. На самом деле там надписи, если их читать, это их переводы, это обычные человеческие судьбы. У кого-то умерла дочь вслед за женой, и он просит, чтобы Всевышний принял ее. Какие-то очень такие болезненные человеческие просьбы, память о людях, которые тут жили. Ну, это было невероятно, то, что мы ощутили там, вот эта связь, связь поколений. Натаниэль, спасибо большое за ваше впечатление, за ваши отзывы вперед в своих эмиграции в Армении. Я надеюсь, что вы здесь задержитесь подольше. Я бы хотел. Это нужно, я думаю, всем нам. И у меня традиционная просьба, пожелания армянам Армении и Арцаха, и тем эмигрантам, релакантам, как бы кто себя не называл экспатом, которых вы знаете или которые вас сейчас слушают. Знаете, есть очень важный такой постулат, девиз, не знаю, как сказать, который помогает евреям выживать вот уже столько тысячелетий. Это все евреи ответственны друг за друга. И мне кажется, что это очень какая-то важная вещь, которую нужно нам всем использовать в своей жизни. И мне кажется, что те, кто сегодня в Арцахе, жители Армении в ответе за них тоже. И мы здесь, те, кто приехали из России в силу понятных обстоятельств, мы здесь в ответе друг за другом. И мы, россияне и армяне, сегодня, когда Армения действительно меняется на глазах, в том числе и благодаря тем, кто приехал, мы тоже ответственны друг за друга, потому что Армения нас так гостеприимно приняла, и мы обязаны ей отплатить добром. Поэтому мое пожелание соответствовать этой важной ценности общечеловеческой, не только еврейской, быть ответственными друг за друга и сохранять эту ответственность и не терять. Она тяжелая, она очень тяжелая. Очень сложно сказать кому-то, что он в ответе за страдания тех или иных людей, беженцев. Но, тем не менее, это единственное, что может нас сплотить и сделать нашу ситуацию сегодня гораздо более терпимее и найти выход из нее. Спасибо огромное, Натаниэль. Было очень приятно услышать столько всего интересного. Лохаем! Лохаем! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...